Здравствуйте! Продолжаем наш учебный курс Фильмейкер, создание тревел-фильма. Это урок номер два. Сегодня мы начинаем разговор о работе сценариста. И сценарным вопросом будет посвящено два занятия, две лекции. Первый из которых сегодня. Сценарий. Дело крайне важное для успеха вашего фильма. Многие фильмейкеры, то есть люди, пришедшие в кино из других профессий, с параллельных, иногда не очень относятся к сценарию с бездолжного внимания, оставляя его на самотек. И, к сожалению, в итоге получаются фильмы, которые зрительского интереса так и не вызывают. Не говоря уже о каких-то там фестивалях и профессиональном мнении и так далее, и так далее. То есть, если вы хотите делать фильм, который будет успешным, в той нише, на которую вы ориентируетесь, среди ваших знакомых, или среди зрителей Ютуба, или среди фестивальных жюри, или среди телеканалов, вам нужно очень тщательно проработать сценарную ткань этого фильма. Грубо говоря, хороший сценарий испортить могут последующие люди, которые берут сценарий в свои руки, там режиссер, оператор, монтажер, можно из хорошего сценария сделать плохой фильм. Но вот из плохого сценария хороший сделать точно нельзя. Если изначально сценарий плох, то, скорее всего, из фильма ничего не получится. Есть примеры, которые можно в качестве исключения привести, там, в игровом кино. В частности, были истории, когда слабые сценарии стали основой этого хорошего. Но это, скорее, те самые исключения, которые подтверждают правила. По поводу моего опыта сценарного, я скажу вкратце. Я писал сценарий для игрового кино, для полнометражного. Два из них экранизированы. И еще десяточек лежит у меня в столе, дожидается своего часа. Фильмы разных жанров совсем прописаны. Есть какие-то в виде синопсисов, в виде заявок, есть полноценные сценарии. Что такое заявка, что такое синопсис, мы с вами поговорим позже. В документальном кино намного больше у меня. Опыт здесь десятками исчисляется и снято очень много. Целые пакеты документальных фильмов. Часть из них я сам, собственно говоря, снимал. В качестве продюсера, или в качестве режиссера, или в качестве ведущего. Кроме того, писал сценарий для телевидения, для разных программ. От развлекательных до информационных, прямого эфира, и записных, и циклов. И сам, собственно, придумывал эти программы. Кроме того, если уж мы говорим про тексты, про некие... Я должен сказать, что вообще большую часть жизни я занимаюсь чем-то, связанным с текстом, со словом. Наверное, отсюда такое трепетное отношение меня к слову, которое я хотел бы вам передать. Мне бы хотелось, чтобы вы всерьез относились к сценарию, всерьез относились к тому, что звучит, какие слова, какой текст звучит в вашем фильме. Я писал также и для рекламы, для рекламных роликов, рекламные слоганы. Писал эстрадные монологи для юмористических артистов, разное, от Хазанова, до Евдокимова, и для КВНщиков. Скетчи клоунские, сочинял, в частности, такой журнал, как Каламбур. Вот мы с моим товарищем вместе, собственно говоря, вдвоем мы его и придумали в свое время. И в том числе сочиняли эти гиги и скетчи вместе с самими клоунами, которые там в журнале участвовали. В какой-то момент я вдруг осознал, что можно писать и просто так, для себя. То есть не только зарабатывать этим на жизнь, но и почувствовать то, что Наполеон называл прелестью бесполезности. Таким образом, на свет появились несколько сборников рассказов. Вот я вам покажу, например, вот такой, Тары Бары, есть вот сборничек рассказов. Есть вот «Меня убил Панчо Вилья», есть сборник рассказов про Пашу Пухова. Вот это только часть, есть еще в авторстве написаны, есть в сборнике стихов. И сейчас готовится к изданию еще, уже шестой сборник рассказов. Пока рассказы, вот как-то короткий формат мне ближе оказался. Рассказы на самые разные темы, самых разных жанров, ничего общего между ними нет. Наоборот, это такой широкий палитр разных возможностей, разных жанров литературных. Ну, собственно, пока обо мне, наверное, хватит. Вернемся к сценарию. Сегодня в связи с развитием видеоблогерства, в связи с доступностью этого жанра, я, к сожалению, наблюдаю, к сожалению, слышу, что тексты звучат в разного рода видеопродукции, в том числе и в тревел-фильмах. Тексты звучат случайные, непродуманные. Я уже не говорю просто про речевые ошибки какие-то, про безграмотный язык. Дело даже не в этом, а в бессодержательности. То есть, очень часто вместо сценария какого-то продуманного и композиционно выстроенного, и концептуального, сообщающего мне какой-то месседж, какое-то обращение, ведь автор любого произведения, будь то картина, песня или фильм, передает зрителю, читателю некое сообщение, некую мысль, некую идею, иначе зачем он это делает. Ну, а для этого, для того, чтобы сообщение дошло до меня, до получателя, оно должно быть сформулировано. То есть, если я с вами разговаривать буду на древнекитайском языке, вы не поймете, если вы не специалист в этом языке. Поэтому я говорю на языке, который вы понимаете, и это нормальный акт коммуникации. Искусство – это тоже коммуникация, кино – это тоже способ коммуникации, значит, мы должны говорить так, чтобы нас понимали внятно, понятно, и с конкретным содержанием. А что, собственно, мы говорим? Что, собственно, какую мысль воплощаем в этом фильме? Это очень важный момент, мы с вами об этом говорили на прошлом вводном уроке, что начиная, затевая какой-то фильм, вы должны отдавать себе отчет о том, как этот фильм будет дальше существовать, где он будет показывать, кто будет его зритель, какого жанра этот будет фильм, какого там хронометража и так далее, и так далее. И также вы должны отдавать себе отчет о зачем. То есть, у фильма есть некая цель, некая содержательная идея. Вот зачем вы хотите и что вы хотите сказать? Почему у вас возникла потребность это сказать? Вы должны для себя на эти вопросы ответить. Никто с вас, если вы сам себе продюсер, сам себе режиссер, никто с вас этих ответов не требует, вам не нужно отчитываться, но себе вы на эти вопросы должны дать максимально четкие, максимально понятные ответы. Тогда ваш фильм станет внятным посланием, внятным сообщением, которое готов будет принять, услышать, увидеть получатель, то есть ваш зритель. Сценарий, когда мы говорим сценарий в документальном фильме, в тревел-фильме, понятно, что здесь есть большая разница между игровым фильмом и документальным, тем более тревел-фильмом. Отличий здесь много, но главное, пожалуй, вот в чем. Но прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сначала я повторю, может быть, чуть-чуть о том, как строится работа над сценарием вообще в кино, в большом, для чего, чтобы вы понимали, какую работу делает фильммейкер, когда он сам себе сценарист. В большом кино на сценарии могут работать несколько человек, это как соавторы, то есть там братья Стругацкие, или Фепетров, или братья Коаны, хотя один из них пишет себя продюсером, другой режиссером, на самом деле они оба соавторы сценария, как правило. Но это может быть не соавторство, это может быть работа на разных стадиях сценария. То есть, предположим, есть какое-то там прозаическое произведение, и мы решили его экранизировать. Значит, есть автор прозы, автор рассказа или повести, один автор. Следующий человек, который адаптирует это литературное произведение, превращает в кинематографическое произведение, делает киносценарий, автор адаптации. Возможно, это сам же писатель, возможно, это другой человек. Дальше, если никакой основы литературной не было, то, возможно, есть автор идеи, тот, кто решил о чем вообще, почему. Либо это, например, некая биографическая история, тогда человек, с которым эта история произошла, он тоже обладает авторскими правами, с ним заключается контракт, он какие-то денежки там получает, считается автором идеи. Сценарий может быть написан хорошо, но сценаристу плохо удаются диалоги. Такое бывает, кстати, сплошь и рядом. И тогда нанимают специального человека, который пишет диалоги. Вот он хорошо вживается в кожу персонажей и от их лица говорит убедительно. Диалоги получаются разными, то есть разные персонажи говорят на разном языке, со своими речевыми привычками какими-то. Могут быть, если, например, комедии или какой-то юмористический жанр, могут быть авторы гэгов даже, то есть те, которые ходят по студии. Когда сериал «Друзья» снимался, я был на одном, видел, как по студии ходят люди с такими папками гэгов, всяких смешных скетчей. И они спрашивают, у вас там где следующие эпизоды? Ну, у нас в стоматологической клинике. А, дантисты, дантисты. Раз, раз, раз. Вот есть три шутки про дантистов у меня. Вот такая, вот такая, такая. Продюсер, да, вот эту беру, вот тебе 50 долларов. Покупает с него шутку и там вставляет ее куда-то. Где сценарист помечает? Здесь должно быть место для гэга, но сам гэг не может придумать, значит, или не хватает гэгов, значит, покупает со стороны. То есть много-много людей может быть привлечено, и получается готовый сценарий. Если вы посмотрите титры какого-нибудь блокбастера, вы увидите там людей, может быть, десяток. В документальном кино все несколько проще, но хотя тоже могут быть, может быть, автор идеи, может быть, автор сценария, а еще конкретный автор конкретных текстов, прямой речи, которая звучит, это бывает ведущий становится с автором сценария. Для того, чтобы ему проще говорить, он переделывает текст под себя, под свой лексикон. Поэтому, конечно, в случае фильмейкера, наоборот, даже хорошо, вы сам себе сценарист, а сам себе ведущий, вы пишете текст так, как вам будет удобно его произносить. Вот здесь есть свои плюсы. Наверное, поэтому очень довольно часто я становился и автором сценарии и ведущим. Вот закончился проект, съемочный период проекта «Великие реки России». Это большой документальный тревел-проект, посвящен он Волге. Предполагается, что дальше будут другие реки, поэтому называется «Великие реки России» во множественном числе. Вот пока вот «Волга». Это был довольно массированный проект, только съемочный период, почти пять месяцев продолжался, экспедиция прошла от истока реки до Устья, и по пути высаживались в разных городах, и про города рассказывали, про людей, которые живут, и про саму реку, про гидроэлектростанции, про плотины и прочее. Вот как велась работа над сценарием этого сериала документального, этого тревел-сериала. Зимой, в преддверии экспедиции, я изучал маршрут, я смотрел все данные, доступные о самой реке, какие-то гидрологические, какие-то географические, какие-то интересные моменты, начиная от каких-то количественных характеристик, кончая такими дискуссиями вроде того, что является ли Кама притоком Волги или Волга приток Камы. Тогда не Волга впадает в Каспийское море, а Кама впадает в Каспийское море, а Волга впадает в Каму. Есть на полном серьезе, это обсуждается гидрологами, и даже с точки гидрологической, скорее всего, так и есть, Волга приток Камы. Но традиционно, исторически, культурно сложилось так, что мы называем все-таки дальше реку тоже Волгой. Такие темы находил в городах, какие-то достопримечательносты, какие-то интересные объекты, людей, фестивали, праздники. И на основе полученной информации писал сценарий, то есть писал тот текст, который потом рассказчик будет произносить в кадре, оказываясь прямо в тех местах. Так получилось, что рассказчиком я же снова и стал тоже, хотя изначально не предполагалось это. Но потом выяснилось, что, наверное, проще самому это все и рассказывать. И я в итоге отправился в эту экспедицию, а не сидел дома за компьютером, как предполагалось сначала. Так что вот это экспедиционный фильм, потому мы его относим однозначно к тревел-кино. Что важно здесь? Важно то, что, оказываясь на месте, путешествуя по Волге, оказываясь в конкретных местах, мы сталкивались с тем, что какая-то часть тем просто отпадала. Иногда по физическим причинам. Просто этого человека нет. Он в отпуске заболел, уехал, не смог прийти. Или мы планировали съемки в музее, а он закрылся на ремонт. Или мы оказались не в Орме, где-то у закрытых дверей, а фестиваль перенесли и так далее. Какая-то часть тема отпадала. Какая-то часть тема отпадала по другой причине. Просто оказавшись на месте, опять мы видели, что все немножко преувеличено было в интернете. На самом деле ничего тут особо интересного нет, такого своеобразного. В каждом городе что-то подобное есть. Рассказывать тут не о чем. И сами убирали это из сценария. И взамен утраченных сюжетов нужны были новые. Мы привлекали и местных жителей, бросали клич в сетях. Что бы вы хотели, чтобы рассказали о вашем городе. Что есть интересное. Какие есть люди интересные. Какие есть объекты интересные. Какие есть истории интересные, связанные с вашим городом, районом. Приезжая туда, мы встречались с местными средствами массовой информации. Они брали у нас интервью, а мы пытали их, что у вас есть такого, о чем мы не знаем. И дописывали. То есть приходилось мне дописывать новые эпизоды. То есть старые какие-то ушли, появились новые. Нужно было тут же писать сценарий. Но тут же или вечером накануне. Или иногда прямо на месте буквально, уже на месте съемок. Таких изменений в начале маршрута было не так много. Может быть 10-15%. Это нормально для документального кино. Тем более, это вполне нормально. Но чем дальше мы двигались, тем мы дальше уходили от дома. У нас было меньше информации, меньше связей, меньше знакомых. И там изменения происходили все в большей и большей степени. До 80% доходило. Когда какой-нибудь город целиком, практически полностью переписан. Вообще совсем не то, на что мы рассчитывали. То есть получается так, что работа над сценарием в документальном кино, в отличие от игрового, где сценарий. Это первая часть, которая делается. Вот пишется сценарий. Потом на основе его устраивается кастинг. И подбираются актеры, подбираются группы, подбираются локации. Шьются костюмы, строятся декорации. И потом начинаются съемки. Они происходят по сценарию. Конечно, на монтаже режиссер творит. И фильм готовый. Будет тоже отличаться в каком-то смысле от сценария. И может весьма отличаться. Но это уже как бы дело монтажа. Все-таки здесь сам сценарий не переписывается, не переделывается. Это, например, снято с избытком. Как Андрей Рублев фильм был снят на 4 серии. Нужно было смонтировать всего 2. Естественно, сценарий менялся. Точнее, фильм менялся относительно написанного сценария. То есть сценарий предшествует все-таки съемкам. Он хронологически стоит первым. То в документальном кино, возможно, и такая ситуация, когда фильм снимается строго по написанному сценарию. Прежде всего, это, наверное, будет относиться к фильмам, скажем так, научно-популярного такого характера. Где есть некая научно проработанная какая-то концепция. Ну, например, вы снимаете фильм о первопроходце Дежнёве, который прошел Сибирь, север и вышел к Тихому океану. Есть версия, что никуда он не выходил, что там возникла путаница в записках, в отчетах, в этих сказках. И которые потом перекочевали в документы и так далее. Ну, вот, например, вы решили этот вопрос исследовать. И, конечно, исследовать на месте, ну, там нечего, там, что там, тундра и тайга. Вы это исследуете дома, с помощью документов, с помощью экспертов. Разбираетесь с теми, пишете сценарий, который ставит свою цель, например, показать, что да, вот, есть такое заблуждение в истории. А вот на самом деле было так. Я сейчас не говорю, как на самом деле. Я сейчас предположительную картину вам рисую. После этого вы выезжаете на место и повторяете маршрут Дежнева, рассказывая в каждом месте, что здесь было так. А вот написали про этот поселок. А видите, здесь речка такая-то, она имеет такое же название. Ну, и так далее, и так далее. То есть вы придерживаетесь вашего сценария. Почему? Потому что концепции, идеи определены у вас дома. И она согласована с экспертами, с учеными, с людьми, которые в этом разбираются. Если вы начнете по ходу менять сценарий, то вы тем самым отступите от некой там научной истины, которой вы добиваетесь. Хотя возможно, что ваше путешествие опровергнет вашу домашнюю версию, и вам придется все переписывать. Но я сейчас говорю о другом случае, когда вот особенно научно-популярное кино, оно, конечно, делается тоже во многом по сценарию. Или вы там рассказываете о великом шелковом пути, и, конечно, дома вы поднимаете массив большой исторического, географического материала, разные заметки путешественников, мемуары, летописи и так далее. На основе этого делаете сценарий, и потом уже по нему снимаете фильм. Но если у вас фильм в жанре путевого дневника, то понятно, что большую часть ваших впечатлений, ощущений вы же не можете предположить заранее. Вы маршрут знаете, вы знаете какие-то рэперные точки, где вы будете останавливаться предположительно, опять же. Все может поменяться. Вы не знаете, с кем вы встретитесь, какие люди попадутся на вашем пути, какие приключения вас ждут. Как же вы можете в сценарии это писать? Ясно, что сценарий будет писаться, вот как в случае с сериалом про Волгу, о котором я вам рассказал, будет писаться прямо по ходу путешествия, или дописываться, или корректироваться и меняться. И возможен случай крайний в другую сторону, когда вы просто отправляетесь в какое-то путешествие, берете с собой камеру, не планировали, может быть, даже вообще, не особо фильм-то и снимать, потому что уже камера была, ну и чего-то там снимали, пейзажи, каких-то людей, успели пару смешных случаев каких-то поймать, потом сами что-то там на камеру такое наговорили, там, да, такое селфи. Вот вернулись, посмотрели, что в принципе материал это много хорошего, может фильм из этого сделать какой-нибудь, и начинаете сочинять, какой бы из этого сделать фильм. То есть пишите сценарий практически тогда, когда съемки уже закончены. То есть в документальном кино, и особенно в тревел-кино, о котором мы с вами говорим, вот это нормально. Нормально, что сценарий может на разных стадиях писаться, он перед фильмом, во время фильма и даже после съемок фильма. Это нормально, это понятно, это диктуется самим жанром, самим материалом, потому что путешествие – это путешествие, это всегда езда в незнаемое, и, соответственно, мы во многом можем не предполагать, а что нас ждет впереди. Поэтому и работа над сценарием в документальном кино, в тревел-кино, отличается, конечно, от работы над сценарием в игровом кино или на очень популярном, где мы можем заранее все прописать. Тем не менее, важно что? Важно, чтобы у вас была сценарная некая канва, все-таки написанная до вашего путешествия. Это вам намного облегчит работу. То есть если вы снимаете фильм, вот не просто взяли камеру и поливаете, что глаз увидит, а потом будете дома сочинять, что бы из этого сделать, но, поверьте, гораздо проще вам самим будет сделать фильм, если вы до начала путешествия решили уже, каким будет этот фильм. И, опять же, о чем будет этот фильм? Что вы этим фильмом сообщаете? Вы хотите жанр, вы хотите информировать, вы хотите поделиться своим уникальным опытом, а почему он уникальный, а чем он уникален? Что до вас никто в этом месте не был? Или вы каким-то особым способом путешествуете? Или вы хотите научить, дать инструкции, поэтому будете прямо внимание акцентировать на этом? То есть чем лучше вы себе представляете, о чем и зачем ваш фильм, и что вы им хотите сообщить, тем вам проще будет потом его режиссировать. Когда вы станете после сам себе сценарист, станете сам себе режиссер, да нет, даже когда станете сам себе оператор, вы можете селекцию материала, вы же не будете поливать все 100%, вы будете всегда выбирать, это снимаю, это не снимаю, вот это сейчас достойно съемки или не нужно? А о чем у меня фильм? Я что вообще? Я о чем вообще делаю? Вот мне принесли какой-то суп, не нужно суп этот снять и рассказать вам этот суп, или это вообще не по теме моего фильма? И так каждый момент, вот я ставлю палатку, это сам процесс установки палатки, вижу, может камеру поставить на штатив и снять, как я ставлю ее? Или для моего фильма это не интересно никому, люди знают, как ставить палатки, что тут будет нового, что тут интересное, или нет, для моей концепции очень важно, потому что я показываю, что я один путешествую, что никаких помощников со мной нет, и так далее, каждый момент, каждую секунду перед вами будет вопрос, перед вами как оператором, мне это снимать или не снимать? Перед вами как режиссером. Это пойдет в фильм или не войдет в фильм? Потому что какова концепция фильма? Но ведь концепцию, эту идею задает сценарист. Ну, условно ли сценарист, если вы сами себе и то, и другое, и третье, и четвертое, понятно, что все в одном лице, и тем не менее, то сценарий это ведь то, о чем мы, что будет происходить в нашем фильме, где мы окажемся, что там будет происходить, о чем мы там будем говорить, все это и есть сценарий. И поэтому важно это понимать. Поскольку вы сам себе продюсер, вы не будете себя требовать некий формальный сценарий. Вот он должен быть написан в такой-то форме, напечатан в трех экземплярах, мне сдан. Но если вы снимаете фильм по заказу, например, кинокомпании или по заказу телеканала, то с вас точно сценарий потребует, вам придется написать его в соответствии со всеми внешними требованиями. Написать, сдать, утвердить и потом снимать фильм в соответствии с сценарием. Если такой ситуации нет, если вы вольный художник, вы фильм будете в ютубе размещать потом или попытаетесь на фестиваль его, то никто с вас не требует сценария. Но поверьте, что вы как продюсер, вы как режиссер облегчите себе работу, если с себя, как сценариста потребуете сценарий. Не важно в каком виде он будет. Это могут быть, не знаю, карточки какие-то быть по местам, по каким-то пунктам. Вот там-то, там-то не забудь про это. Или какие-то тематические карточки какие-то. Или какие-то просто скачанная информация с интернета, которую вам нужно не забыть, и поэтому у вас такие памятки, чтобы там-то, там-то я расскажу об этом. А вот в таком-то месте нужно не забыть упомянуть такие-то даты и такие-то факты. Может быть, это будет написанный сценарий, действительно. А может быть, это будет синопсис всего-навсего. А может, это будет просто в голове у вас четкая сложенная картина. Считайте, что сценарий у вас есть, если вы можете его запросто взять и пересказать. То есть, он у вас в голове настолько сложился, но вам лень по клавишам стучать и набирать текст, потом печатать на принтере, вы говорите, у меня все в голове есть. Если действительно есть, ну, пускай будет в голове. Вы и фильмейкер, вы и сам себе хозяин. И опять же повторюсь, что со сценарием, с хорошим сценарием, с хорошей идеей гораздо проще сделать хороший фильм. Без сценария гораздо проще сделать плохой фильм. Может, у вас получится и без сценария сделать произведение искусства и победить на фестивалях, и понравиться всем профессионалам и любителям. Очень хорошо. Дело вашего таланта, способностей и уникальности вашей темы. Тем не менее, я несколько раз упомянул уже слова, тут синопсис. Кто-то, может быть, знает, что это такое, кто-то нет. Поэтому давайте чуть-чуть остановимся на этой теме. Это как бы разные стадии приготовления сценария. Есть совсем сырой, есть такой непропеченный еще, есть уже готовый, который можно подавать на стол. Вот самая первая стадия, самая сырая стадия, обычно называется заявкой. Это, по сути дела, описанная идея вашего будущего фильма. То есть, ну просто, о чем фильм, в словах его тема, его задача, его персонажи, место действия и то самое сообщение, то самая мысль, то самая идея, которую вы хотите зрителям передать. То есть, это буквально полстраницы текста. Наш фильм расскажет о поездке по Таиланду, музыкальной группы, которая останавливается в разных небольших деревнях, дает там благотворительные концерты, а мы берем интервью у музыкантов после концерта, у зрителей до концерта, а потом следим за их переездами, в каких они отелях останавливаются, где они ночуют, что они едят, и как это отражается на их музыке. Возможно, эта поездка станет поводом для написания нового музыкального альбома. Вот сейчас, видите, я сейчас рассказал заявку такую. Вот это заявка такого тревел-фильма. Или, например, этот фильм будет о моем личном восхождении на трехтысячную гору. Да, это невысокая вершина, но я боюсь высоты, я вообще никогда в горах не был, поэтому это будет фильм преодоления, я буду на ходу всему учиться, со мной будет спутниковый интернет, и я смогу альпинизму обучиться прямо онлайн, прямо в кадре. Буду совершать ошибки разные. Ну, надеюсь, не трагически, надеюсь, все получится. То есть, вот некое такое изложение идей вашего фильма, то есть, собственно говоря, который отвечает на вопросы, ну, по крайней мере, на большинство вопросов, где будет происходить действие, что это будет за действие, кто будет действовать, как он будет действовать, и зачем, о чем вообще это все, для чего это все. Ответы на эти вопросы вы можете писать в заявке, можете не писать, но вот это перечень вопросов, на которых вам обязательно нужно иметь ответы. Ну, просто без этого вы снимаете нечто бесформенное, некую манную кашу. Да, может получиться. Да, может не получиться. Мы ведь с вами говорим о том, как увеличить вероятность успешного фильма. Вот один из способов увеличить вероятность его успешности, это ответить для себя на эти вопросы, желательно до производства фильма, все-таки. Понятно, что опять в процессе путешествия ваша концепция, ваша идея может поменяться, вы столкнетесь с тем, чего вы совсем не ожидали. Вы отправились в одиночное плавание, а все пошло совсем не так, как вы планировали. И, возможно, идея станет совсем другой. Да, когда там Языков участвовал в одиночном плавании, вот у него там случился какой-то нарыв на локте, и он делал себе операцию сам, через веб-камеру с ним хирург общался, всем объяснял, он там терял сознание и прочее. И вот этот фильм, который с этих камер, которые были на яхте установлены, это обязательно требование в одиночном плавании, чтобы везде были камеры, он постоянно на виду, этот человек. Он не может куда-то спрятаться, ну, кроме гальюна, понятное дело. Фильм-то стал другом, не о гонке, не об этом вот спорте, кто придет первым, вторым, а вот об этом преодолении, об этом каком-то внутреннем подвиге совсем, об этой стойкости. Он, кстати, потерял несколько дней, там, говорю, стерял сознание, в депрессию впал после этой операции, которую я сам себе сделал, а пришел вторым к финишу. Вот, то есть фильм получился совсем-совсем другим, чем задумывался. Но мы об этом уже говорили, да, что сценарий мутирует в процессе съемок, это нормально. Тем не менее, на старте, чем четче вы ответите на вопросы, тем вам потом проще будет даже и изменять что-то, потому что вы будете знать, что вы меняете и в какую сторону. Готовый сценарий фильма, неважно, игровой это фильм или документальный фильм, есть общепринятые такие что ли формы. Опять же, если вы работаете по заказу или хотите, чтобы ваш фильм купили и прочее, то есть у вас есть некие предположения о возможном покупателе, вы будете следовать этой форме так или иначе, потому что это вам поможет действительно снять фильм, соответствующий требованиям внешним, которые будут у канала, или кинокомпании, или еще кого-то, может для университета снимаете, здесь некий заказчик. Иметь такой сценарий вам будет необходимо для того, чтобы сделать продукт, который будет отвечать ожиданиям вашего заказчика. Если вы делаете фильм для себя или с какой-то судьбой, которая в ваших руках, хотите стать, чтобы этот фильм победил на фестивале или набрал огромное количество просмотров в Ютьюбе, конечно, нет строгого требования написать сценарий в такой форме, как мы уже говорили, у вас могут быть карточки, у вас могут быть какие-то закорючки, свои какие-то собственные пометки, картинки, ради бога. Но знать, как это делается, не лишнее. История очень простая. Вы делите лист на две колонки вертикальные. И у нас аудио-визуальное произведение, фильм. И у нас две колонки, видео и аудио. То есть слева, в левой колонке, вы пишете, что в кадре происходит, что там делается. А в правой колонке будет вся прямая речь. Иногда под сценарием подразумевают как раз только правую колонку, то есть что говорится в фильме. Есть такой аналог между сценарием и пьесой. Вы уже, наверное, видели, как пьесы выглядят. Там персонаж, потом его текст. Персонаж, его текст. И редкие-редкие ремарки драматурга. Входит Николай с дубиной на плече. Или раздраженно уходит. Бессмысленно смотрит на стакан. Небольшие ремарки, а в основном это слова, которые говорят персонажи. Киносценарий многие воспринимают так же, что это в принципе имя персонажа и что он говорит. Это не совсем так, поскольку драматург пишет пьесу, оставляя театральному режиссеру огромное пространство для творчества. То есть он видит только прямую речь. А что происходит в это время? И как это происходит? Это решение режиссера. И потому мы можем смотреть массу спектаклей, которые сделаны по одной и той же пьесе. То есть я Чайку видел там в 8, 9, 10, не знаю, разных вариациях. Каждый раз совершенно другой спектакль. А текст один и тот же. Текст Чехова, где персонажи говорят одно и то же. Но происходят совершенно разные вещи. В кино все-таки другой. Сценарий пишется не для массы режиссеров, а для одного фильма. Хотя иногда снимают ремейки, по одному и тому же сценарию. Делают следующий фильм. Тем не менее. У него более одноразовая такая судьба у фильма, у документального. То есть вы пишете сценарий, снимаете по нему фильм, еще раз снимать фильм, поэтому сценарию нет никакой необходимости, никакой нужды. Поэтому там меньше пространства для маневров. И поэтому там описывается, что происходит. Вот в левой колонке пишется, что происходит, где происходит. То есть натура, лес, опушка, день. Обычно в сценарии пишется время суток, если это экстерьер. Хотя, собственно, интерьер, если тоже время суток или время года, если это важно. Описывается место, где это происходит. Дальше кто в кадре описывается. Если мы не знаем этих персонажей, то первый раз они подробно описываются. Кто такие, что это, сколько лет, как они выглядят и прочее. Дальше описывается их действия. Кто, куда, что пошел. Взял лыжи, надел их, пристегнул и так далее. Полез на гору. Или перепрыгнул через канал. Или он строит мост, забивает гвоздики и так далее. Делает верующие лыжи. То есть действия какие-то, которые совершают люди в кадре. Передвижения все. То есть за окном меняются пейзажи. Поезд идет туда-то, туда-то. Все, что мы видим в кадре. Водопад. В кадре красиво снятые планы водопада с разных точек. Вот это ваш визуальный ряд. То есть в левой колонке пишите весь визуальный ряд. В правой колонке синхронно. То есть в то время, как в кадре это, что в это время звучит. То есть синхронно, поэпизодно. Прямая речь. Прямая речь в фильме может быть нескольких разных видов. Давайте разберемся, какая прямая речь может быть в фильме. Ну, во-первых, так называемые синхроны. Этот термин пошел еще с тех времен, когда снимали на кинопленку, а звук писали отдельно на магнитную ленту. Нужно их синхронизировать. Помните, были такие хлопушки. Вот в момент соприкосновения и звук. Поэтому звук синхронизировали аудиопленку и кинопленку. Видео, то есть изображение. И дальше все было синхронно. Если человек в кадре говорит, у него артикуляция есть. И если будет не синхронно, то она будет не совпадать. Они делают одни движения, а звук совсем другой. Но с тех пор и повелось называть это синхроном. Когда человек в кадре говорит что-то, обычно это прямо в камеру происходит, или чуть в сторону некому, например, журналисту, которого в кадре не видно, вот ему что-то такое отвечает. Это называется синхроном. Другой вариант прямой речи в фильме – это закадровый текст. Когда мы видим на экране какое-то изображение, пейзажи или какое-то действие, а вот пришли рыбаки, а за кадром человек комментирует происходящее, или выражает свое отношение, или поясняет что-то, о том, что происходит. Или какую-то историю вообще рассказывает, а видео выступает в данном случае либо иллюстрация прямой, либо какой-то ассоциативной иллюстрации. Закадровый голос, закадровый текст. Кроме того, могут быть другие виды прямой речи. Это диалоги какие-то живые, это и интервью может быть диалогом, и просто некая беседа, это тоже может быть диалогом каким-то, когда в кадре несколько человек участвуют, они разговаривают, они беседуют. Кроме того, это может быть прямая речь в виде интершума. Интершум – это те звуки, которые записываются у вас сами по себе. Вот у вас опушка, вы разбиваете палатку, в это время слышно, как птицы, там чирикает, ветер шумит, где-то журчит недалеко речка, костер потрескивает, вот вы забиваете молотком колышки для палатки. Это все интершум, интерзвуки. А если при этом вы еще и общаетесь, так, давай, Коля, дай-ка мне колышек там, да? То есть эти разговоры, это прямая речь тоже становится интершумом тогда. Они не несут какой-то смысловой нагрузки, а только атмосферу создают. Нам даже не обязательно слышать, что там именно говорят. Понятно атмосфера, понятно общие ощущения, отношения между ними, как бы действия. Ну вот основные виды, что ли, прямой речи в сценарии, возможно, какие-то еще смешанные, какие-то комбинированные варианты. Ну а самое основное – это синхроны. Я говорю прямо в кадр, да? Закадровый голос, когда меня нет в кадре, идет просто комментарий, диалог с кем-то мы разговариваем, и интершум. Вот все это находится в правой колонке сценария. Всегда с пометкой. Синхрон. Да, ну обычно пишут С, Х. Так уж повелась такая традиция. Синхрон. То есть понятно, что вы пишете в левой колонке, где у вас там ведущий, или главный герой, или я, сижу на скале, свесив ноги на высоте. А в правой колонке. Синхрон. Ребята, я залез на эту вершину. И дальше какой-то текст. Понятно, что, как это снимается. Вы сидите на скале, не знаю, сами ли вас оператор снимает, и вы говорите. То есть вот в готовом фильме эти вещи, эти колонки объединяются, да? Вы сидите и говорите это. Либо у вас там в левой колонке написано там, они там, участники, собирают байдарку, чтобы отправляться упаковывать вещи. В правой колонке написано там, интершум. Потом обсуждают рабочие моменты сбора байдарки. То есть вы не знаете, что именно они будут говорить, какая будут байдарку собирать. Но вы хотите, чтобы эти голоса вошли в фильм. Чтобы это была не просто музыка, чтобы они там, давай, давай, там, создать какую-то атмосферу. Хотя, возможно, будет такой лексикон, что вам придется потом вместо этого музыку накладывать. И так далее. То есть в правой колонке написан и сам текст, и обозначено, какого рода это текст. Синхронный, закадровый, интершумный, или это диалог, интервью какое-то. Какого-то спикер какой-то произносит. Что это именно? Вы помечаете. И таким образом у вас получаются две колонки, в которых вот ваш весь фильм собственно расписан. Вот это ваш сценарий. То есть вы можете делить по горизонтали на отдельные эпизоды и на отдельные сцены. То есть эпизодом или сценой, тут терминологии разные, кто так называет, кто так называет, совершенно не важно. Назвайте как хотите. Например, скажем, что эпизод это некое действие снято в одном месте. Вот как мы локацию поменяли, это пошел следующий эпизод. Или следующая сцена, если угодно. То есть поменялась сцена, поменялись декорации. То есть вы были на берегу, собирали байдарку, это была одна сцена. Теперь следующая сцена, когда уже байдарка движется по воде, а вы сидите там прямо и разговариваете обментическими трепликами, прямо находят другая сцена. То есть поменялась локация. Вы можете это горизонтальными линиями себе отделять. Это одна сцена, это другая сцена, третья сцена. А эпизод это может быть более крупная какая-то вещь. Это вся вот этот сплав. Собирали байдарку, сплавлялись, потом был отдых, потом еще раз сплавлялись, потом вышли, высушились, разобрали байдарки, сняли все. Это все был один эпизод. Сплав по речке. А дальше начался другой эпизод. А теперь трекинг в гору. Можете это называть сценой, это эпизодом. Есть вольная терминология, совершенно единая. Нет по этому поводу. Масса дискуссий всегда идет по этому. Как хотите, так и называйте. Но это ваше отделение. Вам поможет, такое горизонтальное отделение поможет вам тоже просто видеть, что вот я с этим эпизодом разобрался. Все, я это закончил. Теперь взялись за это. И на съемках то же самое. Все, этот эпизод мы отсняли. Слушай, мы все сняли, у нас в этом эпизоде есть такой еще кусочек такой. Человек произносит монолог, вот там такой-то, стоя с веслом. А мы это не сделали. То есть вы видите, что в вашем эпизоде есть сцены снятые, какие-то фрагменты снятые и не снятые. И вам легче воплощать этот сценарий. Или вы решили заменить вот этот конкретный кусочек, вы решили заменить. То этого текста не будет. Вместо этого будет совсем другая штука. А здесь мы на самом деле музыку сделаем, а не слава. А здесь я хотел произнести некий синхронный текст, но в итоге решил сделать его закадровым, потому что да просто, ну как бы мне негде здесь встать, если самому себя снять, оператора у меня нет, и потому-то, и потому-то, по таким техническим причинам я это поменял. Но как бы вы меняете, чтобы что-то менять, нужно что-то иметь. Поэтому у вас сценарий есть, а вы его уже меняете, вы его уже корректируете в зависимости от обстоятельств, от каких-то условий технических, человеческих и прочих-прочих-прочих. Вот как бы так выглядит очень просто. Две колонки, которые условно разделены на какие-то горизонтальные блоки, сцены, эпизоды, фрагменты, как хотите их называйте. А вертикально разделены на аудио и на видеодорожку. В видеодорожке что происходит? Все, что говорится. Вся прямая речь. Теперь я несколько раз произносил слово синопсис. Это вещь тоже нужная. Этот термин вам лучше знать. Пригодится он, не пригодится. Другое дело, опять же, когда вы сами себе продюсер, сами себе режиссер. Но просто, может быть, вы этим пользуетесь, не знаете, как это называется. Синопсис, по сути дела, если коротко говорить, то это тот же самый сценарий, только без прямой речи. В синопсисе нет прямой речи. Вся прямая речь в синопсисе заменена описаниями. И здесь, на берегу, Алексей убеждает Марию отправиться вплавь. Не написано, какими словами. В сценарии будет написано Алексей, послушай, Мария, нужно отправиться вплавь. Мария, да что ты говоришь? Алексей, и вы видите, какой диалог происходит. Это в сценарии. Там есть аудиодорожка, там есть слова, которые произносятся. В синопсисе этих слов нет. Там просто написано, Алексей, не быстро, там Алексей с трудом, но убеждает Марию отправиться вплавь. Все. То есть написано, где происходит, вот на берегу, Алексей и Мария, то-то, то-то. Они обсуждают, как им двигаться дальше, он убеждает, и они отправляются вплавь. Все, что у вас написано в сценарии в правой колонке, где прямая речь, всего этого в синопсисе нет. Кстати, по поводу сценария, сразу пока не забыл, кроме прямой речи, вы можете в этой же колонке в правой делать пометки о каких-то других аудио треках, если вам здесь принципиально какая-то музыка в этом месте, какая-то тема, которая не просто будет атмосферной, а иллюстративной, она будет каким-то образом с тем, что говорится, с сюжетом как-то пересекаться будет, то вы себе эту поведочку делаете. То есть там разные аудио, кроме прямой речи, еще разные какие-то аудио, могут быть приемы или звук какой-то, ведь тут слышен звук метронома, он становится все громче, громче, а в конце концов раскат грома. Вот так вы нафантазировали, чтобы не забыть потом, когда вы снимаете, чтобы узнать, что здесь у него будет раскат грома, нужно как-то по-особому снять. Это я вернулся немножко к сценарию, к правой колонке, где всякое аудио. Но в основном там все-таки прямая речь прийти. Вот так вот, в синопсисе, ну вы можете, кстати, про раскат грома написать, конечно, в синопсисе, хотя нет смысла, детализации такой в синопсисе нет. То есть можно сказать, что это сокращенный сценарий. Но за счет чего сокращенный? В основном сокращенный за счет прямой речи. Ну и, конечно, без детального описания сцены. Поэтому, если сценарий у вас может там 30 страниц быть, то синопсис будет 3 страницы, например, или 4. В так называемом полном синопсисе, который иногда требует американский синопсис, так называемый, иногда требуют заказчики каналов или компаний, в нем несколько частей. Там, во-первых, сначала идет то, что мы называем заявкой, вот то самое краткое изложение идеи фильма. Затем то, что мы называем режиссерской экспликацией. То есть, а как эта идея будет воплощена, с помощью каких инструментов режиссерских, аудиовизуальных, как эта идея до зрителя дойдет. Потом, если есть какие-то персонажи в этом фильме, не важно, документальные или игровые, в документальном фильме тоже персонажи же бывают, то краткое описание этих персонажей, кто это такие. Вот такой-то, такой-то возраст, его там, род занятий, как он выглядит, какие-то важные характеристики, важные для фильма, важные для концепции, для идей. Или это реальное лицо и описано. Это тот-то, тот-то, он там-то, тем-то, тем-то известен, вы его могли бы видеть там-то, там-то, вот такой человек, спортсмен, олимпийский трижды чемпион, значит, он здесь у нас будет выступать в роли гумориста. И так далее. Персонажи, перечислены локации, то есть места действий, в которых будет происходить сюжет вашего фильма. И какие-то могут быть общие комментарии, еще самые общие такие, касающиеся жанра или какого-то особого, особой атмосферы, какой-то фильма. А дальше начинается то, о чем мы говорили, то есть сокращенный сценарий. Сценарий без прямой речи и без лишней детализации. То есть, такой краткий пересказ. Вот если бы вы пересказывали кому-то фильм, вам нужно рассказать за пять минут, фильм, который длится полтора часа, вы бы что делали? Вы бы как раз, собственно говоря, такой синопсис бы устный создавали. Ну, там, значит, дело происходит в Дании, в каком-то средневековье, короля убили предыдущего, значит, а сын его подозревает, что убил-то, собственно, что его дядя, который стал королем, вот он по этому поводу мучится, переживает, а тут приезжают два студенческих друга, ну и так далее. Вы пересказываете Гамлет, но вы не углубляетесь в совсем какие-то мелкие детали, и вы не цитируете прямой речи, не говорите монолог, быть или не быть, вот этот вопрос, просто пересказываете сюжет, фабулу. Вот это и есть синопсис, по сути дела. Когда говорят слова сюжет или фабула, то вот фабула, слово это ближе всего к понятию синопсиса, фабула это перечень тех событий, которые происходят в вашем фильме, в вашей пьесе, в вашем документальном фильме, вот синопсис пересказывает эту фабулу. Вот, то есть, таким образом, мы определили, что есть заявка, это ваш сценарий, в таком еще, в виде яйца такого еще, который еще не вылупился, еще птенец, вот совсем такой зародышевый такой вариант. Есть синопсис, это такой детеныш такой вашего сценария, который уже может там передвигаться, дышать и прочее, но еще говорить пока еще не может. Есть сценарий, это уже полноценное существо, которое двигается, разговаривает, дышит и прочее, что-то нам сообщает. Три таких фазы. И когда мы говорим о сценарии, точнее, когда мы говорим о синопсисе, мы говорим о том, что там могут быть некоторые еще детали, это описание персонажей, описание локации, описание идеи, сценарные идеи и режиссерской идеи и плюс собственно фабула а когда мы говорим о сценарии мы говорим о том что он состоит из двух колонок видео и аудио которые между собой синхронизированы видео колонки описывается все что происходит кто действует и где действует и когда действует аудио колонки перечислены какие-то звуки музыка которая важна для сюжета но в основном это прямая речь в виде синхронного текста в виде закадрового текста в виде диалогов или в виде интершума это просто как бы так кратко резюмирую то что мы сегодня с вами обсуждали домашнее задание домашнее задание напишите заявку напишите заявку вашего предполагаемого фильма который вы бы хотели снять вот в вашем ближайшем путешествии неважно сколько она реально вот вам хотелось бы куда-то отправиться и снять там фильм как бы не думайте сейчас об экономической составляющей этом а реально вот вот вам хотелось снять вот такой фильм напишите заявку к этому предполагаемому фильму а дальше начните хотя бы начните писать синопсис в полной форме то есть в котором будет но заявка у вас уже будет вы сделаете небольшую экспликацию то есть как бы режиссерские ваши замечания по поводу этой заявки как вы это будете воплощать что вы будете делать потом если у вас будут фильме ваши персонажи например вы будете сами там вы что же персонаж я не знаю вас поэтому вы должны персонажа все написать кто это что это за человек такой там возраст пол рот занятий чем какие-то характеристики важные для фильма локации в которых будет это происходить и дальше идет собственно говоря синопсис то есть фабула вашего фильма заявка по объему должна быть ну большой абзац или пол страницы до текста самое большое это страница это это самое большое вот две трети страниц синопсис вот предварительная часть где где все эти персонажи заявки прочее может занимать там пару страниц а само изложение фабулы но три страницы это нормально если будет страниц 5 это тоже неплохо но 3 вполне достаточно 3 плюс 2 да то есть вот заявка как бы это обязательное задание синопсис начните писать если удастся вам уложиться в срок вы пришлете меня готовый синопсис это хорошо значит там 5 баллов вам зачет в карму вот если не успеете у нас еще следующий урок также посвящен сценарий работе над сценарием и мы будем с вами говорить о том как создается интрига какие инструменты у сценариста есть для того чтобы удержать зрительское внимание без риска внимания нет успеха у фильма да если человек переключил канал сидел по телевизору или там вышел из ютюба или остановил ваш диск и ушел пить кофе и не вернулся значит ему стало неинтересно значит вы задачу свою не выполнили вы хотели что-то ему сообщить чем-то с ним поделиться что-то ему такое сказать но вы этого не сделали потому что он вас не дослушал а не дослушал потому что потерял интерес то есть интерес это важнейший механизм воздействия на зрителя нам нам нужен его интерес нам нужно его добиться вот о том какие для существуют для этого сценарные методы приемы мы с вами будем говорить в следующий раз как всегда на задание вам три-четыре дня дается присылайте как только задание получу мы с вами будем на семинаре домашнее задание обсуждать встретимся на следующем уроке который также будет посвящен сценарному мастерству пока